тут как бы знаешь как-то карлос да как бы если течки мы просто грязь не особо да крис и стечками вопрос знаешь тоже не особо приятно зачем начали вообще принципе конфликт с ними если бы я знал что мы еще начали как бы да там что-то не подъехали они вопрос нет не вопросов то нет красиво начать сработано другому никак бизнес 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 бизнесом я сразу думал что вы видите ну блядь ну так интереснее кстати на турачу думал тебя с истов что ли цеплять не ваших дохода стоит его крупствами спасибо за рейд ебать вы такой час пропустили так красиво вывезли ангела пиздец сигарету закурить можно показать что мне нервничать не стоит понял вопрос дорогося то я не грусть и вот вот руки так тут тихо в мире пока ты убери чтобы знать так тихо без реста даже а блять давай с тачки выплевывайся и за мной без хуни привет ну вы молодцы оперативно пойдем первый вопрос какого хуя ты мне звонил неделю называл меня маргу кому рост себе я тебе вообще не звонил ни разу тебе что распечатку показать ну можешь звонил мне два раза после этого я записал тебя в телефоне ебанат потому что ты мне звонил унес какую-то хуйню про какую-то маргу так у нас есть у нас телефон являешь какую-то хуйню а зачем ты мне за что телефон может взять его телефон позвонить на номер я тут еще кучу такого прохлопал руки под ним чтобы удобно было блять ты мне звонил неделю сбрасывал когда эти перезвонил сбоку старует к сбрасывал и не отвечал потом не что это за хуйня зачем ты не звонил ты чё федерал твой номер у меня по-моему от какой-то девчонки я точно не помню и первый раз когда ты звонил это сначала перепутал потом сбросилось остальное уже типа не брал потому что дула чем позвонил мне уж перепутал эти один раз позвонили с кем-то до один раз эти звонил ну надеюсь ты понял что я с тобой не буду и ты мне не нравишься это первый момент второе почему ты считаешь что шайка непонятных людей с пригорода может угрожать нашим бизнесменам звонить самой крупной компании практически по переработке стали в штате и угрожать им что ты там что-то с ними сделаешь почему ты решил что ты можешь так поступать так я в том-то из прикол что там не был как бы подавать вы никому не угрозил да ты звонил ими да давно еще неделю для и конкретно звонил и говорил намекал на то что у него будут проблемы конечно нет можешь посмотреть мои сообщения последние я с ней нормально общался еще при прошлом президенте из детям чао сеньоры ком его в общем тут стоит рядом со мной человек по имени крис и говорит что вы дружите семьями он ни в коем случае тебе не угрожал и в последний раз разговаривал с тобой неделю назад ты не сообщение писал максимус прошло что сделала может посмотреть он себе угрожал какой-то плохой настрой или что-то в таком формате ваш адрес а кто был кто конкретно вам угрожал и что вам говорили проспект поля от не того что ли вы а что он говорил суши но его тоже от пиздаж не дается палец может это не этот крис то есть это не он был это не крис было проспект я понял есть летейщики летейщики нет почему мы его вывезли охуенно нам же за это сотку и дадут по сути но мы живо вывезли есть центральный лыска течение блять течение двух часов мы его нашли нахуй туда на работу проверен это ебать вот это очень быстро так с проверенными людьми они называют двух девочек которые сейчас работают у вас мне похоже что для чего он ему нужен наша задача была просто девочки хотят перейти с полета центральные лыска слава я читаю а зачем ты следишь за мной ну потому что ты нашему человеку одному из уже видимо покойных доставлял дискомфорт твоего человеку это кому это мэри ниже ну смогу заново ножа не убили значит сравлять ты хоть понимаешь что ты городе сейчас стоит что и дальше она спасли у 5 миллионного штата блять ты решил что именно тот итальянец который приехал в еллоу джек блять доставляет проблемы твои твоему байка там история долгая блять а что должен все наизусть помните они понимаю причем тут уровень придявы даже не тот ты сказал что тебе запретили разговаривать с итальянцем да то есть с любым итальянцем в городе нет который причастна к мафии эти сказал эти себя очень сильно увеличивается и усиливается благодаря определенным наркотикам вот подержите ему руки пожалуйста что за спиной держать руки на подавиде подержи все так возьму руки за спину и будут держать ложечку за папу ложечку за маму больше не звонишь забываешь мой номер навсегда запоминаешь что я с тобой не буду блять никогда не преследуешь меня не название вы ешь мне когда я в заведении не пишешь мне смс по ночам не дышишь мне в трубку и вы спокойно она меняется девок работать на центральной силам нам скажу еще вы не трогайте летельщиков и вопросов никаким у вас с итальянской семьей больше нет вы сидите у себя в поле то чем вы там обычно занимаетесь ставите сети ловите рыбу ходите на охоту не трогайте обычных цивилизованных людей из города и все живут добро и счастливо договорились получается что за видео 25 что-то что-то плохо слышишь мужик если тебя на меня стаж не застрел я так понял подожди блять только костюм испортил сука как я ненавижу байкеров блять армане наверное да они чё выкиньте он находится сюда пускай кстати знаете что с ним делать видео в тактик у меня есть отличная идея оставьте его в одной жилетке без штанов и выпустите где-нибудь на форум драйве пуска идет пешком домой давай еще снимут она скажешь закончить карьеру не надо я пойду оттирать костюм вот надеюсь что он следующий раз будет умнее и не станет вести себя как идиот в общем вы поняли пойду займусь химчистки но всего минус 100 как стать все базарный может наоборот пожалеть его типа ну то что бизнес просто зачем но мы живо привезли минус 100 к как бы зачем его выкидывать в трусах чё хули заебись на чё пару кустиков заберем мальцы заберем вкусно нас и так дохуя есть чем кого кормить завалишься себе бы травки бы взял так лучше приводить его на держи бывают ты чё был надо подожди нога были очень банулся на скользко кура дебил вверху кто-то блять ты дал бою блять тоже и план блять все подожди на глазок был аккуратно понимать поднимайся аккуратно не быстро начал спускаться скользнулся подвинуть подальше аккуратно тогда очень я надеюсь ты понимаешь что что-то просто бизнес ну и это не то чтобы бизнес как бы с литейшки маму что вопрос решить и нормально понимаешь да так если бы по-другому вели дела было нормально ну по-другому дела как бы кто хуй иначе да срабой нам сказали что надо блять сейчас я все спокойно вообще с кем с ним ну с ними ты знаешь на свои интересы в одном этом поэтому уж как и было но мне кажется вряд ли бы живы просто так вот позвонили бы шоу надо лететь и сказали суши друг прости то что мы вчера наехали типа на вас были неправы тут ну вы же байкере все такие как это просто мере берет осторожность и все где жестко все все понял удачи увидимся ну если это афросская шлюха даже после этого что-то захочет нам сделать ему пизда нахуй слышишь слышишь первый раз я чуть а фросу практически жопу отлизал нахуй ради братства нахуй пиздец блять нет 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 я думаю кажется ну а не с войной продукт ты знаешь будем готовы басарангой нахуй минус 100к но у нас с ним договор был то что он нам сделает скидку на сто пятьдесят тысяч типа на покупку на покупку текилы Вот, она там стоит 540 или там, или 500, 500 она стоит и 150 он типа скинет и вот 100к типа скидку он скинул, осталось получается еще 50 Ну пиздык только Че я бы ей поработал на Прости если может хочет Я не против Я и написал короче чтоб она к тебе уэл шла с этими вопросами А то ты ревнуешь Да, да, конечно Че все отдыхать или че? Да нет, щас я Тому дозвонюсь, нахуй че он там скажет Че поем на крыше? Да, посиди Не, нахуй надо Войдите пока в том, я посмотрю че там на крыше Интересно Вдруг че с... Это он, ну он же тайно влюблен в себя, это со стороны он такой опасный бандит, а внутри ранимый романтик Хахахахаха Ты она заебала намне писать уже Дай посмотрей че isto что ты телефон набрал сука Так Тому я звонил он не берет О ТомуСМСк отправил В смысле, зачем мне над ним издеваться? Он же мой брат. Я ему наоборот хочу помочь наладить личную жизнь. Сам он о чувствах тебе никогда не скажет. У него не такой характер. Просто я думал, ты к нему тоже неровно дышишь. Если это так, то признайся первое. Ааа, блядь, сука. Это пизда вообще, нахуй. Слышь, долбоёб. Ты чё там нахуй его писаешь? Хули он мне смс-то пишет? Чё она пишет? Чё ты написал, да, всё это телефонно? Смотри, да послушай, нахуй, это ты не понял, что ли? Ладно, потом, пойдём, пойдём. Я ей пишу, короче, слышишь, то, что ты такой ранимый романтик. И ты не можешь ей признаться в чувствах. Ты чё, долбоёб, что ли? Да послушай, нахуй. Это для того, чтобы аптечки через неё брать. Она, сука, там потечёт сейчас, вся шлюха. Ты чё, не врубаешь, нахуй? Они же любят всю эту сопливую мразь. А мне это надо на... Чё он там, дрочит, что ли? Тука, нахуй! Ты чё? Долбоёб! Вот еблан, блядь! 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 Такой... Такой ебанат, нахуй! Он... Он в окно запрыгнул, слышишь? Он в окно запрыгнул, нахуй! Еблан, блядь! Захистый, ёбаный, блядь! Сука, дрочила, блядь! Ебанат, это вот кто-то здесь делал. Блядь, с головом, хуём, нахуй! Блядь, звони, Леонин, нахуй! Леонид, звони, нахуй! А он чё там лежит? Я его вытащил, вот на улицу. Леонид, говорю, звони, нахуй, пусть едет его, быстрей! Бля... Дрочила, блядь! Трусы, нахуй, летели куда-то! Я его всё ебал! Малая, слышишь? Блядь, тряпку какую-то сейчас... Возьму вот так вот... Блядь, у нас малой... Накину на член, блядь! Хуёбаный, блядь! Шляпает! Посмотри, в какой он поз... Блядь! Какой еблан! Полюция ебаная, нахуй! Блядь, блядь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»